Валерий Соловей Генерал Своер в частности сказал, что известный певец Мурат Насыров, который, как считается, покончил жизнь самоубийством, на самом деле жизнь самоубийством не покончил, а был убит по приказу Владимира Поктина. Генерал Своер сказал об этом между делом, как о малозначительном эпизоде, да вот только реакция аудитории была далеко нетривиальной. Эта информация шокировала очень многих. И на следующий день он вернулся к этому вопросу на своем канале, рассказал о нем более детально, рассказал в ролике «Итоги недели, выпуск 9». И прежде всего он подчеркнул, что политические убийства для Путина – норма. Более того, не только политические, а и просто убийства тоже. Мурат Насыров был убит по приказу Путина далеко не в связи с политикой, а просто в связи с тем, что тот приревновал его к Алине Кабаевой. Думаю, мое поколение еще помнит песню «Алина» Мурата Насырова, посвященную Алине Кабаевой. Не буду голословным, вот как он сказал об этом. Теперь перейдем к следующей теме. Я увидел, что буря эмоций вызвала та информация, которую я обнародовал вчера во время нашего совместного стрима с профессором Валерием Соловьем. Этот стрим есть у нас на канале, можете пересмотреть. Во время эфира я сказал, что певца Марата Насырова убили по приказу президента России Владимира Владимировича Путина. А поводом для убийства стала ревность Марата Насырова к Алине Кабаевой. Дальше он рассказал еще о нескольких убийствах, совершенных по приказу Путина и назвал имена убитых. Но я не буду повторяться, думаю, это лучше просто посмотреть ролики. Здесь важно то, что информация об этих убийствах была озвучена впервые. Также он подчеркнул, что убийства, имитирующие самоубийство, у Путина очень популярны. И он применяет их часто. Примерно так же часто, как и убийства через отравление. Аналогичные попытки убийства Алексея Навального. А дальше он подчеркнул, что лично ему непонятно, почему людей так удивило, что Марат Насыров убит по приказу Путина. Владимир Путин, по его словам, совершил массу убийств. По его приказу было убито огромное количество людей. Не буду голословным вот эти его слова. что Владимир Путин совершил массу убийств, и по его приказу было убито огромное количество людей. Удивляться, по-моему, на сегодняшний день, после всех тех расследований, которые провели и Христо Грозев из группы Беллинкет, и я уверен, что в скором времени проявится еще немалое количество подобных эпизодов, совершенных по приказу высшего политического руководства Российской Федерации. Я думаю, что удивляться на сегодняшний день уже абсолютно нечему. Дальше он выдал еще шокирующую информацию, а именно, что у Владимира Путина, оказывается, есть гомосексуальная наклонность, и он даже назвал имена и фамилии двух его любовников мужчин. Но тоже не буду повторяться, об этом тоже, думаю, правильнее посмотреть в ролике. Что здесь можно сказать? Полагаю, что тот колоссальный поток компромата, который сейчас льется на Путина в интернете, четко говорит об одном, что дни его, как политического деятеля, сочтены. Политикой просто нельзя заниматься, когда нанесен настолько чудовищный ущерб твоей чести. Вообще, в условиях политаризма человеческая честь не стоит ничего. Любого, даже кристально честного, ничего не стоит топтать грязь в условиях информационной блокады. Мой ролик о политаризме будет на конечной заставке, но, думая об информационной блокаде, нужно однажды поговорить более детально. И я склоняюсь к тому, что нужен ролик специально посвященный этой теме. Дело в том, что в условиях звериных систем, как я их называю, систем капиталистических и так далее, человеческая честь действительно стоит достаточно дорого. И все эти призывы, что наша честь только от нас зависит, берегите честь с молодую и так далее, имеют смысл. Но они имеют смысл в условиях систем, построенных на власти крупных собственников. В условиях систем, построенных на власти номенклатуры, это все не работает. Ну, говоря об этом, мы как-то мы с вами поговорим более детально. Но пока нас интересует все это несколько в ином ключе. Дело в том, что такое понятие, как честь мундира, выживает даже в условиях политаризма. И даже по правилам номенклатуры, нельзя занимать высокий пост, если твой мундир испачкан, и ты не сумел его отмыть. Мундир же Путина испачкан уже безнадежно. Сначала обвинение в попытке убийства Алексея Навального, за что даже президент США, Байна, назвал его убийцей. Потом заявление о том, что Путин страдает шизофренией, причем в тяжелой форме. Потом обвинение в массовых убийствах. И потом заявление о его гомосексуальных наклонностях. Кстати, генерал Асвейер подчеркнул, что поток компромата далеко еще не иссяк. И будет продолжение. И самое главное, Путин все это молча проглатывает и делает вид. Я не я и лошадь не моя. И ладно, генерал Асвейер находится за границей. И для Путина недоступен. Но на Валерия это соловья, что мешает просто подать в суд иск за моральный вред? Или привлечь его к уголовной ответственности за клевету? Думаю, это уже говорит обо всем. И очень похоже на то, что Путина сдает именно высшая российская элита. Очень похоже на то, что она решила его избавиться и действовать в своей излюбленной манере. Дело в том, что поливание помоями это их излюбленный прием. Но, как я уже сказал, честь в условиях политаризма ничего не стоит. И именно это они и любят. Использовать больше всего. В классической литературе, кстати, это отработано. Первым это описал еще Александр Грибоидов в своей бессмертной комедии «Егорь и Адумал». На примере Александра Ченского. Которого, если помните, тоже начали поливать помоями, однажды распуская про него слухи, что он сумасшедший. Я, кстати, когда-то тоже прошел через что-то подобное. И думаю, мы об этом еще поговорим. Это, пожалуй, одна из самых гнусных и отвратительных черт политаризма. Если не самая гнусная и отвратительная. Конечно, мы не знаем, что здесь правда, а что нет. Но лично я уже поверил, что Владимиру Путину на посту президента РФ осталось находиться очень недолго. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok